Уважаемые коллеги, разрешите представить вашему вниманию доклад на тему перфузия конечностей, опыт российского онкологического центра. Целью нашего исследования являлось улучшение результатов лечения группы пациентов с транзиторными метастазами меланомы кожи и местно распространенными формами сарково-мягких тканей конечностей за счет внедрения изолированной химиотерапевтической перфузии в условиях гипертермии. Нами были разработаны следующие 6 критерий включения пациентов в протокол лечения. Гистологическое подтверждение наличия злокачественной опухоли, меланомы кожи, либо сарково-мягких тканей. Местная распространенность опухоли и или наличие транзиторных метастазов, единичных или множественных рецидивных узлов. Низкая эффективность, либо полное отсутствие ответа на лекарственную и лучевую терапию. Отказ больного от колечащей операции, удовлетворительное самочувствие пациента и отсутствие отдаленных метастазов. На данном слайде представлено изменение количества выполняемых процедур изолированной региональной перфузии с 2010 по 2014 год. Мы видим, что количество операций с каждым годом, проводимых в нашем центре, увеличивалось. На данном слайде представлена характеристика группы больных с меланомой кожи, получивших линчение с применением методики изолированной региональной перфузии с гипертермией. Как видно на данном слайде, основную группу больных составляли пациенты старше 60 лет, женщины в данной группе преобладали по количеству над мужчинами. Наиболее часто встречались пациенты с транзиторными метастазами и поражением региональных лимфатических узлов. Группа больных подвергнутых изолированной региональной перфузии с саркомой мягких тканей. Наибольшее количество пациентов в возрастном диапазоне от 50 лет и старше. Женщин было несколько больше, чем мужчин. Всего 21 пациент был подвергнут изолированной региональной перфузии по поводу местно распространенных саркомой мягких тканей. 14 пациентов из 21 обратились с рецидивами заболеваний. Наиболее часто встречались нозологические формы, такие как сеновиальная саркома. На данном слайде представлена карта центров, которые занимают изолированную региональную перфузию по всему миру. В нашей стране данная методика применяется только в Санкт-Петербурге и Москве. Хотелось бы отдельно отметить, что в 2011 году команда из онкологического центра имени Блохина получила сертификат на проведение изолированной региональной перфузии. С использованием мелфолана в комбинации с фактором некрозового опухоля. Представлена схема изолированной региональной перфузии. Создается замкнутый контур, состоящий из конечности оксигенатора, перфузионного насоса и контрольных датчиков давления, температуры и оксигенации. Этапы изолированной перфузии. Хирургический этап с формированием замкнутого контур и задание режима работы аппарата искусственного кровообращения. Начало постоянного контроля сброса из изолированного региона в системный кровоток с помощью применения радиоактивной метки. Перфузия химиопрепаратами в условиях гипертермии от 39 до 40 градусов. И заключительный этап – это умывание конечности с восстановлением целостности сосудистой стенки. Хирургический этап заключается в канализации магистральных сосудов конечности с формированием замкнутого контура перфузия. На верхней конечности нами применялся подмышечный уровень. На нижней конечности трижды использовался пахово-бедренный уровень, в остальных случаях – бедренный. Отдельно хотелось бы обратить ваше внимание на такой важный этап изолированной перфузии, как контроль утечки химиопрепаратов в системный кровоток. В нашем исследовании была разработана и впервые в Российской Федерации внедрена в клиническую практику методика мечения ретроцитов инвива. Применение данной методики позволило нам минимизировать системные побочные эффекты, что очень важно при использовании фактора некроза опухоли в комбинации с мелфоланом. Таким образом, с помощью применения данной методики, мы могли интероперационно, наглядно на экране монитора видеть уровень сброса химиопрепаратов в системный кровоток. При использовании фактора некроза опухоли данный уровень не должен превышать 10%. На данном слайде приведены дозы и времени проведения изолированной региональной перфузии с мелфоланом и фактором некроза опухоли. Мелфолан рассчитывался в дозировке 13 мг на литр для верхней конечности и 10 мг на литр для нижней. Дозировка фактора некроза опухоли составляла от 1 до 4 мг. Заключительный этап – это отмывание конечности. На данном этапе в изолированный контур вводится физиологический раствор. Длительность данного этапа занимает около 20 минут. По его окончанию проводится восстановление сосудистой стернки. На данном слайде представлена шкала локальной токсичности по Вибердинку. В нашем исследовании в 97% случаев наблюдалась локальная токсичность первой или второй степени, не требующая специализированного лечения. Только одному пациенту была выполнена ампутация вследствие локальной токсичности. Причина системных побочных явлений состоит в утечке химиопрепарата из изолированной конечности в системный кровоток. В нашем исследовании системная токсичность не превышала второй степени. Этого удалось достичь благодаря методике онлайн-мониторинга – контролю утечки химиопрепарата в системный кровоток. Наши результаты. Полный ответ при меланоме кожи наблюдался несколько чаще, чем при саркомах мягких тканей. Общий ответ, полный и частичный, при меланоме кожи составил 87%, общий ответ при саркомах мягких тканей – 83%. Сохранность коронечности при меланоме кожи наблюдалась в 100%, при саркомах мягких тканей – 76%. Безрецидивная выживаемость у пациентов с меланомой кожей конечности. Рецидивы и, другим словом, локально прогрессированное заболевание наблюдалось у 9 пациентов, что составило 37,5% от исследовательской группы. Срок появления локального прогрессирования составил от 5 до 14 месяцев. Отдаленные метастазы выявлены у 5 больных, что составило около 23%. Срок появления отдаленных метастазов в нашем исследовании составлял от 5 до 9 месяцев. Медиана наблюдения без метастатической выживаемости составила 22%. Выживаемость пациентов с меланомой кожей после изолированной региональной перфузии без прогрессирования заболевания. Прогрессированное заболевание наблюдалось у 10 пациентов, что составило в районе 41% от общей группы. Срок от 5 до 14 месяцев. Медиана без прогрессированного заболевания составила 28 месяцев. В данной исследовательской группе смерть от прогрессированного заболевания наступила в двух случаях из 24 пациентов. Срок 14 месяцев. Медиана наблюдения составила 22 месяца. Общая выживаемость, двухлетняя выживаемость составила 92%. В контрольной группе пациентов, получивших лечение без методики изолированной региональной перфузии, умерло 6 больных, что составило около 46%. Общая выживаемость 53%. Метастазы были выявлены у трех больных, у пациентов с саркомой мягких тканей после проведения изолированной региональной перфузии, что составило 14% от общей группы. Срок появления метастазов 5-10 месяцев. У всех трех пациентов метастазы появились в легких. Прогрессирование заболеваний в виде локального рецидива или появления отдаленных метастазов наблюдалось у четырех пациентов, что составило 19% от общего числа. Смерть больных от прогрессированного заболевания наступила в двух случаях, что составило 9,5%. Медиана наблюдения общей выживаемости 14 месяцев. Общая двухлетняя выживаемость в данной группе составила 90,5%. Аналогичный показатель в контрольной группе пациентов, получивших лечение без применения методики изолированной региональной перфузии, составил 75%. Как мы видим на данном слайде, общая двухлетняя выживаемость пациентов с меланомой кожи составляет 91% в исследовательской группе, против 53% в контрольной, без перфузии. Двухлетняя выживаемость больных с саркомой мягкой ткани составляет 90,5% в исследовательской группе, против 75% в контрольной. Немаловажным является вопрос, как опухоль отреагировала на лечение в виде изолированной региональной перфузии. Из 21 пациента с саркомой мягких тканей 18 пациентам было выполнено иссечение опухоли и одному пациенту ампутация конечности после проведения изолированной региональной перфузии. У всех пациентов при гистологическом исследовании операционного материала произведена оценка лекарственного патоморфоза опухоля. У троих пациентов, что составило 15%, отмечался патоморфоз второй степени. Все трое пациентов из данной группы обратились с рецидивами в срок до одного года. У 10 пациентов, что составило 52% от общего количества больных, отмечался патоморфоз третьей степени. И у 6 пациентов, что составило 30% от общей группы пациентов, отмечался патоморфоз четвертой степени. Хотелось бы обратить Ваше внимание, что у всех пациентов с третьей и четвертой степени лекарственного патоморфоза рецидивов не было выявлено. Уважаемые коллеги, разрешите представить Вашему вниманию несколько клинических примеров. На данном слайде представлен клинический случай полного ответа на проведение изолированной региональной перфузии у пациентки с метациотическим поражением мягких тканей левой стопы. Наблюдение после изолированной перфузии составляло 54 месяца, без признаков прогрессирования заболевания. На данном слайде представлен клинический пример полного ответа на изолированную региональную перфузию у пациентки с миксоидной липосарком и мягких тканей правого бедра. В настоящее время пациентка в течение 18 месяцев наблюдается без признаков прогрессирования заболевания. Вашему вниманию представлен наш единичный опыт проведения изолированной региональной перфузии комбинации фактора некрозоопухоли с мелфоланом. Через 6 недель после перфузии отмечалось уменьшение опухолевого узла на 40% и снижение воскулиризации опухоли. Через 8 недель пациенту было выполнено иссечение остаточной опухоли, произведена оценка степени лекарственного патоморфоза и жизнеспособных клеток при гистологическом исследовании обнаружено не было. На данном слайде представлен клинический пример пациентки с ангиосаркомой мягких тканей правого плеча и предплечья. В послеоперационном периоде у пациентки отмечался полный ответ на проведенное лечение. Срок наблюдения составляет 30 месяцев. Заключительный клинический пример – частичный ответ у пациентки с местно распространенной формой меланомы кожи. В настоящее время пациентка находится под динамическим наблюдением без признаков прогрессирования заболевания. Изначально метод изолированной региональной перфузии, как известно, разрабатывался как метод локального контроля болезни. Но в нашем исследовании мы видим влияние данного метода не только на качество жизни, то есть сохранность конечности, но и на выживаемость пациентов. Это можно объяснить тем, что изолированная региональная перфузия улучшает локальный контроль болезни, следовательно снижается процент рецидивов. И как следствие этого мы можем наблюдать снижение количества появления отдаленных метастазов и улучшение выживаемости пациентов. В заключении, хотелось бы сказать, что в рамках данного исследования был разработан и внедрен в клиническую практику оригинальный метод онлайн-мониторинга, который позволяет снизить уровень системной токсичности. И второй вывод, что изолированная региональная перфузия показала высокую эффективность у пациентов, исчерпавшись в возможности стандартного лечения, что позволило избежать калечащих операций, приводящих к инвалидизации пациентов. Данная методика может быть внедрена в клиническую практику в федеральных центрах Российской Федерации, что позволит улучшить лечение данной категории онкологических пациентов. Спасибо за внимание. Спасибо. Вопросы, пожалуйста. Да, пожалуйста. Очень интересная презентация. Насколько я понимаю, что вся история трогического лечения новономы и регионального лечения новономы говорит о том, что местный контроль не имеет никакого отношения к системному методовлению. Вы говорите, что улучшение местного регионального контроля опухоли ведет к увеличению выживаемости. Как Вы, как можно объяснить то, что весь остальной мир не подтверждает эту теорию, а Вы подтверждаете эту теорию? А во-вторых, как Вы предсказываете место конфузионных региональных методов лечения меланомных в сегодняшнем ситуации, когда есть очень эффективные иммунотерапевтические препараты, которые достигают 80-90% контроля надолго? Спасибо за вопрос. Очень интересный вопрос. Что касается первого вопроса, то хотелось бы в первую очередь обратить внимание, что данные наши исследования, оно является перспективным, основанное на маленьком количестве больных. В период наблюдения у нас посчитан только общая выживаемость. Я знаком с литературными данными, полностью с Вами согласен. Поэтому полностью я Вам не могу дать на это ответ. Мы будем в дальнейшем набирать больных, будем наблюдать пациентов, считать 3-х, 4-х, 5-летнюю выживаемость и делать дальнейшие выводы. Сейчас это только предварительные результаты. По поводу второго вопроса. Метод изолирования региональной перфузии, он применяется только у группы пациентов с местно распространенной формой. То, что Вы сейчас говорили о перспективных методах лечения, это имеет под собой почву, но это немножечко разная группа пациентов, которым применяется одно и другое лечение. Метод изолирования региональной перфузии, к тому же его плюсом является его экономическая обоснованность. Все экономические затраты на проведение одной процедуры не превышают 1000 евро. Препараты, о которых сейчас Вы говорите, они намного более дорогостоящие. И далеко не все пациенты, особенно в непростой экономической ситуации в нашей стране, в состоянии позволить себе лечение такими препаратами. Поэтому эти два метода, они один не исключают другой, а могут идти рядом. Спасибо за вопрос. Спасибо, кому угодно. Еще вопрос задавайте. Спасибо.